34-летняя Анастасия Асташова пришла на заседание комиссии, чтобы решить вопрос трудоустройства. На очереди в Центре занятости женщина стоит около года. С последнего места ей пришлось уволиться по состоянию здоровья. Проблемы с позвоночником не позволяют трудиться кухонные рабочие. Екатерина прошла обучение на курсах лифтера, однако подходящей вакансии для неё до сих пор не нашлось. Центр занятости говорит, мы вас отучили, но трудоустроиться вы должны самостоятельно. А как самостоятельно, на везде пока что вакансий нет. Да, надеюсь, что по чечению этой комиссии мне какая-то может помогут трудоустроиться. По словам женщины, тяжёлые физические нагрузки ей противопоказаны. Есть соответствующее подтверждение медиков. Как заработать на жизнь, вопрос обещали решить депутаты. Мы вас пригласим через две недели. Вот члены комиссии, которые здесь присутствуют, каждый в своей сфере посмотрит, что мы можем предложить вам. С учётом того, что вы сегодня обсуждали и то, что слышали от вас. И я думаю, что через две недели мы конкретно вам назовём, где можно вам будет работать. Екатерина Асташова ушла от депутатов с надеждой. На очереди Анастасия Цегельник, у которой тоже проблемы со здоровьем. Третья группа инвалидностей, множество ограничений на труд. С последнего места работы, контакт Бобруйск, женщины сократили. С августа прошлого года поиск работы для неё – тема номер один. Работу очень тяжело найти, куда не приходишь. Везде нет вакансий, не подходите, много ограничений. Поэтому очень тяжело, куда ходить. Я уже много обходила. Обещали помочь и ей. Ещё одной соискательницей на работу в этот день стала Сабина Каспаравичутия. Молодая женщина без образования неоднократно получала вакансии от центра занятости. Однако увольнялась со всех предложенных мест. В очередной раз соискательница получила направление и уже в ближайшее время выйдет на работу. Но если история с увольнением повторится, очередной шанс женщина не получит.